Уже сами украинские руководители признаются, то ли в порыве откровенности, то ли в порыве отчаяния, что украинская армия теряет до тысячи человек в день, если посчитать убитыми и ранеными. То есть практически украинская армия уничтожается. Причем в последнее время все больше и больше погибают заново мобилизованных, потому что они хуже вооружены, хуже обучены, они не отличаются высокой боеспособностью, да и физически, и по возрасту это не лучший контингент для военных действий. Практически почти все профессиональные силы, сверхсрочники украинской армии уже уничтожены или ранены, или находятся в плену. Соотношение сил между российской артиллерией и украинской 10 к 1. Так что может эта капля в море что-то изменить? Так что, причем количество уничтожаемой артиллерии на украинской стороне растет с каждым днем. Их становится все меньше и меньше. Так что это много, это большие деньги, это хорошие деньги, все на этом заработают. Это никак не повлияет на положение на фронте. Ничего. Ну, системой связи может быть. Да, но не проблема системы связи сегодня для того, чтобы воевать. Проблема некому воевать. Погибшие с каждым днем все больше и больше. Сами украинские военные говорят, мы каждый день теряем убитыми батальон. Каждый день батальон убитых. Плюс раненые. Так сколько... Что они могут сформировать? Что они могут сформировать? 25-30 батальонов за месяц. Это такие потери, которые сегодня, по признанию украинского командования. Так что эта самая говорильная в Рамштаме, что она поможет? Да, они будут поставлять вооружение, которое будет уничтожаться, и украинская армия будет откатываться на Запад. Все быстрее и быстрее. Как только закончится борьба за укрепления, которые создавались в 8 лет, бетонированные в Донбассе, а они уже к самому концу, дальше отступление будет еще быстрее. Потому что там нет таких укреплений. Там нет рельефа местности, который может позволить задержать российские войска. Пусть откатываются. То есть они провозгласили в Германии, мы будем продолжать воевать до последнего украинца. Но дело в том, уже не до последнего украинца. Уже около 2000 наемников сложили свои головы на полях Украины. Из Канады, из Соединенных Штатов, из Великобритании. Пленных, которых видели, это немного. А полторы тысячи уже развернулись и убежали, чтобы не погибнуть. Ну хорошо, пусть. Они хотят добавить к трупам украинских солдат свои граждан. Пусть добавляют. Украинская земля похоронит всех. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok